Штаб будет расположен на Розе Хутор. Его задача – координировать работу всех служб в период активного горнолыжного сезона. А он, как обычно, приходится на новогодние праздники. В целом же горнолыжный сезон начинается с конца ноября и длится до середины марта. Рабочие группы уже начали проверку магазинов. Их на Красной Поляне – 232. Объектов бытовых услуг и кафе, столовых, ресторанов. В целом – 202 объекта общественного питания. Подготовлен перечень рекомендованных цен, в том числе для службы такси. Разработана и транспортная схема работы автобусов в горном кластере. Планируется увеличение транспорта на городских 44 до 63 единиц и на пригородных маршрутах. В резерве 10 автобусов на случай увеличения пассажиропотока. Электропоездов 8 пар. Также при необходимости количество вагонов может быть добавлено. А на информационном табло будет всегда отражено, если на зимних курортах свободные парковочные места для автомашин. Табло показывает, что курорт заполнен, что больше парковочных мест нет. В этом случае сотрудник полка ДПС должен получать команду о том, что он разворачивает автомобили и возвращает их куда? В Эмеретинскую низменность, на запасную стоянку. И люди, приехав туда, садятся на электричку и едут на Красную Поляну. На помощь полицейским выйдут казаки 74 человека. На случай больших снегопадов предприятия уже подготовили всю снегоуборочную технику. Теперь все зависит от слаженной работы служб. А для любителей зимнего вида отдыха организовано комфортное катание. Решением правительства России три горнолыжных курорта должны объединиться в одну систему, чтобы реализовывать единый скипас. Контрольное число порядка 25 декабря. Мы еще раз будем собираться и смотреть, что у коллег получается. Потому что там целый ряд мероприятий необходимо выполнить. Мы ждем, что до конца данного года это мероприятие будет уже внедрено. И, соответственно, сезон мы будем встречать с единым скипасом. Также горнолыжным курортам и другим организациям города поручено заключать договоры с коммунальными предприятиями, которые зарекомендовали себя с положительной стороны. Тема вывоза отходов стоит остро в городе. Нередки случаи, когда частные фирмы по вывозу мусора организуют стихийные площадки для сортировки. И куда потом вывозится все это, неизвестно. Мы призываем к ответственности именно руководителей юридических лиц за то, чтобы они самым внимательнейшим образом смотрели при заключении договора на утилизацию бытовых отходов. Напомнил глава города о том, что начался отопительный сезон, коммунальщикам необходимо не допускать перебоев в системе теплоснабжения.